Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». 2015 год во многом был знаковым для Одинцовской центральной районной больницы. Ольга Александровна, что было сделано, какими усилиями это все и, конечно же, что ожидает вас и всех нас в 2016 году? Для медицинских работников никогда не бывает легких лет, дней, часов, потому что это огромная ответственность. Это серьезный труд, это серьезная работа, которую, я думаю, что сотрудники центральной районной больницы выполняют с достоинством. Мы обслуживаем очень большое количество населения, мы скоропомощная больница, я акцентирую это внимание, потому что не каждый житель и не каждый блогер понимает, что такое скоропомощная больница. Это не плановая больница, это поступление пациентов в сутки от 100 до 180 человек. Это очень большое количество. И те пациенты, которые были в нашей больнице, были в нашем приемном отделении, они все это видели, что порой медицинские работники работают на износ. Но коллектив, руководителем которого я являюсь, достаточно сильный, очень грамотные специалисты, люди, которые любят свою работу, работают не один день и не один год в этой больнице. Мы взяли достаточно большое количество медицинских работников в этом году, это и врачей, и медсестер. Укрепили, так сказать, свои ряды, но в основном это все сотрудники, которые работают уже достаточно долго в больнице. Мне очень приятно, что я являюсь руководителем этой больницы, это действительно большая честь. И я стараюсь, так же, как и сотрудники больницы, нести с достоинством. Да, это обязанность, это долг. Работа проведена за этот год достаточно большая. Конечно, хочется, чтобы ее все видели, да, и чтобы все поняли, что мы сделали и к чему мы стремимся. Мы стремимся, безусловно, быть идеальными. Конечно, это невозможно, но тем не менее. Мы, наверное, вышли на первое место по ведению IT-технологии. Это и электронная регистратура, это и открытие колл-центра, это и ведение электронной карты в детской поликлинике, в женской консультации. У нас сейчас мы уже на таком низком старте ведения электронной истории болезни в родильном доме, в детской больнице. То есть мы развиваемся, развиваемся достаточно такими большими темпами. Да, у нас не было ремонтов, да, мы не изменили здание, мы не сделали реконструкцию, но для этого нужны финансовые вложения, которые, к сожалению, у нас нет. Мы не можем сами этим распоряжаться, мы не вошли в программу. В этом году, возможно, мы войдем в программу на следующий год, мы надеемся. Но наша задача – работать с тем ресурсом, который есть сейчас. Да, то есть мы должны выполнять свой функционал значительно выше, значительно лучше в тех стенах, которые есть. Я считаю, что пациенты, которые к нам приходят, это видят, это действительно так. У нас есть обращения, безусловно, обращения бывают разные, да, есть жалобы, она может быть обоснованная, необоснованная. Больше всего радуют звонки и обращения с предложениями. Когда главному врачу звонит пациент, он говорит, что я хотела бы вам предложить. Это всегда очень приятно, это уже начинается диалог. Диалог с неравнодушными людьми нашего района. Безусловно, мы принимаем какие-то меры, мы их выслушиваем, мы принимаем их предложения, мы развиваемся. Я думаю, что те пациенты, которые приходят к нам в поликлинике, тоже увидели значительные изменения, да, это ликвидированные очереди. Да, у нас бывают проблемы, что-то у нас фонит какой-то у человека, так мы тоже принимаем решения, мы меняем и кадры, мы меняем штат. Мы добавляем какие-то штатные единицы. У нас работают в залах администраторы, я думаю, что пациенты это видят. И любой пациент, который пришел либо с ребенком, либо это взрослые пациенты в взрослых поликлиниках, они могут обратиться, их могут выслушать, решить их проблемы. И самое главное для нас, это чтобы наши пациенты это видели, и они слышали нас. Конечно, хотелось бы, чтобы, ну, сейчас время достаточно сложное, да, очень сложное время, и, безусловно, у кого-то просто сдают нервы у пациента в том числе, а человек, который болеет, он, как хрустальная ваза, как я говорю, его нужно очень бережно нести, к нему очень бережно относиться. С психологической точки зрения медики должны лечить не только таблетками, но еще и словами. Безусловно, для того, чтобы состоялся диалог, и чтобы пациент, даже который пришел в негативе, потом ушел с пониманием, с улыбкой, безусловно, медицинский работник должен обладать умением, силой, ума, разума, так скажем, да, чтобы с пациентом найти контакт, и удовлетворить любые, как бы, требования, которые выставляет пациент, который пришел, потому что пациент всегда прав, это же закон. Мы к этому стремимся, мы стремимся к диалогу. Администраторы у нас есть, мы изменили наши регистратуры, но, к сожалению, не все пациенты довольны IT-технологиями, потому что существуют, да, жалобы, говорят, уберите эту электронную регистратуру, никому она не нужна, мы не можем записаться и так далее. Мы пытаемся объяснить, мы пытаемся найти контакт с этими пациентами. Есть звонки на горячую линию, когда звонит мне пациент, они не совсем понимают, куда они попали, они думают, что это оператор, я представляюсь, и мы пытаемся уже в режиме онлайн решить все вопросы пациента, которые могут быть. Это очень важно, да, потому что если есть обращение пациента, истинное, если у пациента какие-то проблемы, то проще решать его проблемы на его. Вот он позвонил, и мы решили, потому что когда пишут обращение на добродел, о бахилах около урны, ну, сложно эту проблему решить, пока она обойдет большой круг от правительства до больницы. Я думаю, что проще было бы решить это непосредственно напрямую с главным врачом, поэтому я наших жителей к этому призываю. Так проще будет решать какие-то проблемы и вопросы. В лечебном процессе у нас, мы тоже проводим весь объем операций, которые необходим для проведения всех мероприятий лечебных для нашего района, для жителей нашего района. Я повторяю, что мы больница скоропомощная. Значит, что это значит? К нам поступают пациенты в остром состоянии, в основном, 80%. Это травма, это ДТП, это железнодорожные какие-то происшествия с тяжелейшими травмами, это острая хирургическая патология, лор, урология, гинекология и так далее, и так далее, и так далее. Никогда у нас операционные не бывают пустыми, хирурги работают 24 часа в сутки. Жалко, что в сутках не 48 часов. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы к нам относились с пониманием и тоже признавали наш труд. Бывают недостатки. Не буду говорить, что мы святые, конечно, нет, недостатки бывают, но мы их мгновенно пытаемся исправить и делать так, чтобы все были довольны, чтобы уровень был выше и чтобы качество, безусловно, было выше. Я очень горжусь хирургами, травматологами, потому что они абсолютно делают все. Они делают операцию на сердце. К нам поступал пациент с тяжелейшим ножевым ранением сердца. Но он жив, его уже спасли. Почему об этом не поговорить? Почему мы должны говорить о бахилах около урны? Хочется поднять врачей в лице нашего населения. Очень хочется. Потому что они действительно этого достойны. Вернусь к поликлиникам. Поручение у губернатора. Амбулаторно-поликлиническое звено в этом году было превалирующим во всех задачах. Был отдан приоритет развитию поликлинику, совершенствованию и так далее. Благодаря министерству здравоохранения, который выстраивает систему, предъявляет и дает нам программы, которые мы должны выполнять, поручения, приказы и так далее. Действительно, за этот год поликлиники это видно. Я думаю, что это видят пациенты. Там нет очередей. У нас было за этот год очень много проверок, очень много комиссий. Приезжало к нам. И было удивление, когда проверяющий сказал, один из заметителей министра, где пациенты-то у вас. Мы засмеялись, сказали, что у нас же работает электронная регистратура. Мы же работаем так, как нам поручено. Поэтому пациенты приходят к записи. Повторяю, сбой может быть безусловно. Потому что приходят пациенты, допустим, за оказанием экстренной помощи. Но мы и здесь все сделали. У нас введено, открыты два отделения неотложной помощи. Ольга Александровна, расскажите более подробно о неотложной помощи. Что это такое и какие цели и задачи стоят перед врачами неотложной помощи? Сразу хочу объяснить, потому что мне все пациенты понимают, что такое неотложная помощь. Неотложная помощь, они считают, что это скорая помощь. И когда приезжает врач неотложной помощи, наш доктор, на вызов, пациент говорит, так, я скорую не вызывал. Он говорит, нет, я не скорая, я врач неотложной помощи центральной районной больницы. Действительно, мы открыли два подразделения в больнице. Одно подразделение при амбулаторно-поликлиническом, извиня, при поликлинике. Неотложная помощь – это помощь на дому врачам-терапевтам и врачам-педиатрам. То есть мы охватываем наше детское население и наше взрослое население. Вызов на дом они обеспечивают. Помимо участковых терапевтов и педиатров. Тем самым разгружая участковых терапевтов и педиатров. Потому что мы и терапевтам, и педиатрам продлили время приема на один час. Это уже значимо. И также мы пришли для того, чтобы разделить потоки. Потому что мы ввели неотложную помощь. Но все равно у нас сбой был в приеме пациентов по электронной регистратуре по записи. Потому что вне записи приходили пациенты к доктору с оказанием, допустим, высокой температуры, головная боль или еще что-то. Мы не можем отказать пациенту, даже если он без записи, потому что он болен. Он считает, что он болен. То есть мы должны ему верить, и мы обязаны его принять. Но тем самым, принимая пациентов в остром состоянии, мы нарушали, опять же, очередность. И пациенты, которые были по записи, они были этим недовольны, и был вызван негатив. Мы приняли решение сделать еще одно отделение неотложной помощи при стационаре. Но это отделение принимает пациентов, которые приходят в поликлинику. Тем самым мы разделяем потоки. В этом отделении, оно находится на диагностической базе приемного отделения стационара, там находятся все специалисты и все функциональные и диагностические моменты, которые нужны. Все исследования можно сделать там. Туда поступают, обращаясь около 18-20 пациентов за рабочий день врача за 8 часов. Это уже значимо. И поэтому в поликлиниках у нас сейчас просто так спокойное состояние людей. Они приходят по записи, если, конечно, они не любят очереди, не создают их, безусловно, сами. Потому что порой это связано с транспортом, например. Я приехала на час раньше, потому что там электричка вот так шла, или автобус и так далее. Мы разделили потоки, это значимо. Следующее, что я хочу сказать, мы сейчас на пути введения доврачебных осмотров и доврачебный кабинет. Значит, что это такое? Раньше эти кабинеты были. И мы решили к ним вернуться. То есть это кабинет, где может сидеть фельдшер или врач. Мы посадили туда и фельдшер, и врач. А первый мой кабинет такой открыли, кабинет доврачебной помощи в детской поликлинике. Это, опять же, пациенты, которые приходят вне записи. Но мы начали в детской поликлинике, потому что таких обращений в детской поликлинике больше. Кому-то, опять же, справку, кому-то анализ и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы не отвлекать врачей от основной работы, от основной очереди пациентов, которые пришли непосредственно по записи, пациента сразу провожают в этот кабинет. То есть все справки, все рецепты, больничные листы. Первичный осмотр можно сделать. Если у ребенка, допустим, температура, здесь может посмотреть либо фельдшер, либо врач, потому что и тот, и другой имеет право на первичный осмотр. Параллельно сделать необходимые анализы уже сразу. Послушать ребеночка. Предположительно, если фельдшер поставит диагноз. Или если врач, то врач и заканчивает как бы непосредственно этот случай. Как ребенок пришел, так он от этого врача и уйдет. Врач оказывает помощь, открывает больничный лист, дает рекомендации. И потом уже тут же, потому что стоит компьютер, везде, кстати, в неотложной помощи тоже, это система ЕМИАС, запись от врача к врачу, электронная регистратура. Доктор или фельдшер, то есть куда попал пациент, сразу же записывает пациента в следующий раз на прием ко времени и дает пациенту талон. То есть таким образом это очень много. На самом деле это большая работа, которой не было. И это все работает. И мы видим. Конечно, в детской поликлинике намного все сложнее, чем во взрослой поликлинике. Если во взрослой поликлинике идет поломка порой из-за человеческого фактора и пациентов, и медработников. Не из-за функционала, а из-за человеческого фактора. То в поликлинике детской, конечно, мы прекрасно понимаем, что эта поликлиника у нас одна. Люди не хотят понимать, что эта поликлиника все-таки работает на собственное население. Понимаете, она не институт. Она поликлиника на собственное население ЦРБ. За ней закреплено более 20 тысяч детей нашего собственного населения, прикрепленного в центральный район. А обращается все население. Понимаете? Мы тоже разделили потоки. Во-первых, мы начали работать с другими учреждениями. Наверное, эти учреждения лечебные не очень довольны. Потому что мы на них наседаем, чтобы они у себя тоже развивали педиатрическую помощь под то население, которое у них есть. Безусловно, это работа кадровая. Это кадровая политика, комплектованность кадрами должна быть. Потому что существуют острые вопросы, которые, к сожалению, они есть. И мы не можем их ликвидировать. Например, ортодонт. Ортодонтия есть только в нашей поликлинике. Но это наше достижение. Мы не можем переварить весь район. Чтобы переварить весь район, нужно, чтобы сидело 10 врачей. Почему другие больницы не могут посадить у себя ортодонтов под свое население? 0,25 ставки, 0,5 ставки. И когда мы пришли, наша поликлиника и наши ортодонты, к очереди полторы тысячи детей со всего района, безусловно, я как главный врач приняла решение, что мы можем брать только своих детей. А своих детей, которые закреплены за нашей поликлиникой, их тоже немало. Это 600. 600 детей – это на год работы, на 9 месяцев. Чтобы обслужить всех деток, вот этих 600, в направлении ортодонта. Но удается, безусловно, мы отказали детям, которые по району. Безусловно, это вызвало негатив. Но я повторяю, у нас центральная районная больница не единственное лечебное учреждение в районе. Вообще у нас 14 медицинских учреждений в районе. И я для пациентов и нашего населения это говорю. Я повторяю, что дети закреплены за всеми больницами. Главные врачи этих больниц, что я сейчас говорю, сейчас меня будут все ненавидеть. Главные врачи всех больниц должны у себя развивать такую же помощь, но под свое население. Пример тому, например, поликлиника в Трехгорке. Четвертая поликлиника. Тоже была болевая точка, да и мы знаем, что все это фонило. Но тем не менее, она укомплектована своим штатом. 0,25 ставки, 0,5 ставки, четверть ставка и так далее. Там есть все специалисты. Ведь в Трехгорке тоже есть проблемы. Прописано одно количество, обслуживаем мы другое количество. Но главный врач всегда может найти пути решения, обязанных найти для того, чтобы обслужить свое население. Поэтому развиваться в равном направлении нужно всем лечебным учреждениям, чтобы не было вот этого диссонанса в оказании медицинской помощи. Но вы готовы поделиться опытом? Мы готовы поделиться опытом. Более того, мы делимся IT-технологиями. Мы помогаем. Потому что наша больница, она вошла в пилотные проекты практически все. Сейчас у нас пилотный проект «Лист ожидания». То есть пациент, если он не смог записаться, не смог дозвониться, он входит в «Лист ожидания», дает свою фамилию, свои координаты, к кому он хочет попасть. И уже сотрудники больницы, специально нужно выделять человека, кстати, не самый лучший вариант пилотного проекта, но тем не менее, да, для пациентов это, наверное, хорошо. И мы уже начинаем пытаться записать, но я повторяю, что в этот «Лист ожидания» записываются пациенты со всего района. Это «Лист ожидания» собственного населения детской поликлиники, понимаете? А район, он видит что-то новое, и весь район подсаживается, понимаете, и начинается как бы отказ, вот начинается конфликтная ситуация. Почему я этот вопрос поднимаю? Потому что я повторяю, это должно быть в каждой больнице, кому прикреплена та или иная семья, дети, взрослые и так далее. Мы районная больница, у нас существует консультативный прием районных специалистов и так далее, и так далее. Да, мы можем при необходимости делать те обследования и те анализы и так далее, те, которых нет в других клиниках нашего района, но тем не менее, приоритет отдается собственному населению. Поэтому просьба не обижаться, мы должны обслужить сначала тех пациентов, которые загреблены за нашими поликлиниками. С пониманием к этому относиться. С пониманием к этому относиться, безусловно, потому что конфликтная ситуация есть, есть жалобы, и когда к нам приходит жалоба от губернатора, например, спускается к нам, мы пишем, что пациент не загреблен за нашей поликлиникой. Ответ такой. Поэтому это нужно понимать. Мы пытались организовать, и мы организовали это. Мы очень сотрудничаем, достаточно тесно с другими главными врачами других учреждений. Приемственность. Если пациент пришел, допустим, к педиатру, это опять же IT-технологии, система единая, которая сделана, система, ЕМИАС, мы ее сделали. Пациент не должен сам к нам записываться из других населенных пунктов, которые к нам не относятся. Это должен сделать либо участковый терапевт, либо участковый педиатр. Это опять же тоже те нововведения. Да, возможно, врачам это и не нравится, но это функционал участкового врача других лечебных учреждений. Пациент не должен сам к нам записываться. Это функционал врачей. Я повторяю это несколько раз, чтобы пациенты поняли. Потому что порой пациенты из других населенных пунктов звонят мне на прямой телефон, чтобы я их записала. Это работа участковых педиатров и терапевтов других больниц, которые хотят к нам прислать пациента на консультацию, либо осмотр узкими специалистами, которых у них нет. Чаще всего это, конечно, педиатрия. Да, педиатрия. Это узкие специалисты детские, безусловно. И здесь нужно понимать, что, я повторяю, отдается приоритет нашему собственному населению, которое прикреплено детям инвалидам и многодетным семьям со всего района. Этих пациентов мы берем, безусловно, всех. Им отдается приоритет, а все остальное уже в порядке очереди. Если мы записываем через месяц, значит мы записываем через месяц, потому что другого времени нет. Нужно относиться с пониманием, безусловно, потому что мы прекрасно понимаем, что новых лечебных учреждений у нас нет. Они не открыты, и поэтому мы должны находить компромиссный вариант в тех условиях, в которых мы сейчас пребываем. Родильный дом, ну, что говорить о родильном доме, он есть, такой, какой он был. Количество родов такое же большое. Все те подразделения, которые были сохранены, они работают достойно. Конечно, существуют проблемы, это и по оборудованию. Нам уже нужно все-таки выходить на обновление парка оборудования. Но я думаю, что все это решится в течение года, благодаря Министерству здравоохранения Московской области. Я думаю, что все эти проблемы мы нивелируем. Ольга Александровна, в этом году Однецовская центральная районная больница получила один из, наверное, главных подарков за этот год. Это передвижной ФАП. Да, это действительно так. Я хотела бы выразить огромную благодарность главе нашего района Андрею Рубертовичу Иванову. Человек, который с пониманием всегда относился к нашим просьбам. Он действительно помогает невероятными средствами. Причем, я так понимаю, что это инвестиционные все проекты с его стороны. Это не средства муниципального бюджета. Это его инициатива и понимание. Поэтому ему огромная благодарность. Да, у нас есть мобильный ФАП, равных которым, наверное, сейчас нет в области. Мы этим очень гордимся. Потрясающая машина. Она не просто фельдшерско-кушерский пункт, а это и центр здоровья. Машина работает каждый день, она каждый день на выезде. Помимо того, что там находится фельдшер, который закреплен за этим мобильным ФАПом, у нас существует график, который мы публикуем на сайте в средствах массовой информации. У нас еще есть выездные бригады врачебные. Потому что у нас есть и микрорайоны, которые выпали. К сожалению, у них не находятся медицинские учреждения, ни поликлиники, ни ВОПы. Но, опять же, это все на пути развития, безусловно. Никто не бросает людей. Мы об этом думаем и пытаемся всеми возможными и невозможными вариантами и моментами все эти проблемы решать. Машина выезжает в виде врачебной бригад. Вы это сами, наверное, видели. Пациентов принимаем много. Если есть какие-то нюансы, конечно, они решаются. Не все так просто. Когда ты делаешь много-много всего нового, да, нужно, чтобы еще это поняли, чтобы это восприняли и, безусловно, помогли. Помогли, наверное, своим каким-то элементам терпения. Но машина на выезде на линии каждый день. Люди рады. Мы их спрашивали, когда проводились дни здоровья. То есть очередь уже действительно с утра собираются люди. И они просто огромную благодарность выражают за то, что они могут вот так вот прийти в выходной день, в свободное как раз-таки для себя время и пройти какие-то исследования. Там ведь есть и УЗИ, и можно сдать кровь на сахар, ну и так далее, и так далее. Да, да. Еще по поскольку специалистам. Да, да, да. И оттуда еще запись у нас идет. Я хотела бы, пользуясь случаем, выразить слова благодарности сотрудникам больницы, потому что они работают там внеурочное время, вне свое рабочее время. Это что касается выездных, врачебных бригад. Проблем с этим нет никаких абсолютно. Коллектив больницы достаточно приветлив во всех этих начинаниях. Мне несложно как руководителю все это организовывать, потому что проблем никаких абсолютно нет. Ни один доктор не сказал, нет, я не поеду. Это не мое время, хотя Де Юра, наверное, мог бы. Мог бы, да Юра. Но тем не менее, мы понимаем, что есть населенные пункты. Это и Ромашкова, это и Немчинова, там, где эта проблема фонит, но она на стадии развития. Мы уже говорили, я остановлюсь на этом. Существует программа, губернаторская она была, да, два года до этого, и она продолжается. По офисам врача общей практики. Мы тоже хотим открыть два офиса врача практики в перспективе. Может быть, на следующий год нам это удастся. Да, это и Ромашкова, и Усова. У нас там амбулатория, мы хотим там сделать офис врача общей практики. Конечно, нам нужна финансовая поддержка. Будем, безусловно, выходить с инициативой и на главу района, как обычно, и на Министерство здравоохранения Московской области. Специалисты у нас есть. Где-то проблема в площадях, где-то проблема с оборудованием. Но я думаю, что все это решится. Я рассказываю мелочи, такие, кажется, и детали, но я их рассказываю для наших пациентов и для наших жителей, чтобы они понимали. Потому что больница-то как стояла, так и стоит. Те же стены и та же крыша, да. И, может быть, где-то эти стены обшарпаны. Я прекрасно все понимаю. У нас не вип-клиника. Конечно, хотелось бы, чтобы она была вип. Да, у нас по 5-6 человек в палате порой бывает. И иногда не те условия, которые хотелось бы дать пациенту, но, поверьте, это не по нашей вине. Мы тоже хотим новую больницу. Очень ее хотим. Но сейчас те условия, которые есть, наша задача в тех условиях, которые есть, организовать максимальный порядок и максимально улучшенное оказание медицинской помощи, которое в наших силах вообще сделать на той базе, которая у нас есть. Ольга Александровна, Вы уже говорили о том, что этот год существенно пополнил ряды врачей. В Одинцовской центральной районной больнице приехали новые специалисты. И самое главное, что были выданы ключи и от общежития, да? Ну, такой коммунальный квартир, да? И квартиры. То есть, вот, наконец-то сдвинулась. Вот это такая тоже одна из болевых точек. И действительно, ведь сдвинулся вопрос очень много. Людей осчастливены. Это действительно так. Опять же, я благодарю главу района за его понимание, поддержку в этом вопросе. Потому что мы прекрасно понимаем, что жилье – это все. Работа – это значимо. Работа заполняет нашу жизнь на процентов 70, наверное, да? Если отдаваться ей полностью. Но все-таки 30% – это должно быть у каждого человека свое гнездышко. Пусть самое маленькое. Пусть это комната, но она принадлежит этому доктору. Поэтому огромное спасибо. Да, были комнаты, были квартиры. И сейчас есть уже жилой фонд на подходе, который мы должны уже утверждать, распределять, на комиссию выносить. Поэтому, конечно, огромные слова благодарности. Получить ключ о собственном жилье – это большое вообще достижение. И, безусловно, это были и слезы радости у людей. Они сразу начали там покупать какие-то плиты, что-то еще. И еще стремиться к тому, чтобы, конечно, вернуться домой, на свой диванчик, включить телевизор и сказать «я дома». Это очень важно. То есть, ну и как раз это тот главный момент, что теперь врачам не надо ехать в Москву, например, да? Они могут здесь спокойно оставаться. Сейчас выровнены уже условия по заработной плате, наверное, да. Конечно, хотелось бы укрепление материально-технической базы больницы. Очень хотелось бы. И все об этом знают. Я, как главный врач, к этому стремлюсь и озвучиваю даже там, где это слушать, может быть, и не хотят. Очень нужно, потому что капитальный ремонт в больнице был в седьмом году. И поскольку, конечно, у нас район вырос за это время очень сильной по численности, конечно, хотелось бы, чтобы укрепление материально-технической базы, оно было. И чтобы людям было приятно находиться в этих стенах, даже если больница переполнена. Мы своими средствами, своими ресурсами, конечно, пытаемся что-то делать. Это из-за замены сантехники. Это санузловые группы и так далее. Где-то двери, где-то окно. По крупицам мы что-то собираем. Где-то покрасили. На Можайке 55 это наш самый такой знаменитый корпус трехэтажный, который вызывает у всех невероятный негатив. Но поверьте, не мы тому виной, а обстоятельства. Старый корпус, действительно, там не было капитального ремонта уже очень много лет. Но, тем не менее, мы усовершенствовали, немножко привели в порядок санузловой группой. Я повторяю опять же за средства. Те, которые у нас есть в больнице. Мы это все перераспределяли, все это двигали. И все-таки что-то сделали. Я думаю, что это видно. В больнице чисто, в больнице порядок. Если, естественно, сами пациенты его соблюдают сейчас. Но хотелось бы, конечно, пациентов тоже привлечь к порядку. Потому что приходится, да, иногда и выписывать за нарушение режима. Это вызывает невероятный негатив. Но кто сказал, что в палатах можно курить? Кто сказал, что можно курить в туалетах, душевых и так далее? Ведь порядок нужно начинать с самого себя. Прежде чем сделать замечание кому-то, посмотри на себя в зеркало. Не только внешне, но и внутренне. Что ты есть? Какой ты сам? И тогда делай замечания и критикуй. Всегда начинает нужно с себя. И тогда будет порядок. И тогда, безусловно, будет порядок. Потому что не всегда труд медицинских работников ценится и относится к нему с уважением. К большому сожалению, имеет элемент унижения. И ведь медработник – это не прислуга. Медицинский работник – это звание. И мы стараемся его, безусловно, достойно нести. Да, есть и у нас нюансы. Но мы с ними боремся. Когда-то жестко. Когда-то с психологической точки зрения. А когда-то из кадровых перестановок. Да, это так. Но и пациентам хотелось бы тоже сказать, что нужно быть, в общем-то, людьми. И быть на уровне. Для того, чтобы появился тот тандем, которого мы так ждем. Что ждет Одинцовскую центральную районную больницу в 2016 году? Я думаю, что наша задача сейчас – удержать те позиции, которых мы достигли, того, чего мы добились. Безусловно, хочется, чтобы не было потухших глаз у медработников. Хочется все-таки, чтобы к нам испытывали уважение. Потому что мы действительно стараемся. И мы работаем для пациентов района. И все это видят. Хочется, чтобы те планы и перспективы, которые есть, я не хочу их сейчас озвучивать. Я могу сказать только потом, что мы хотели и что мы сделали. Потому что, если часто озвучить и не выполнить, будет не совсем правильно. У нас есть очень много мыслей. Мы очень многое хотим. Все об этом знают. Важно, примут ли это и помогут ли нам развиваться. Мы к развитию готовы. Нам просто нужна поддержка и понимание наших руководителей и, безусловно, наших пациентов. Заканчивается 2015 год. Конечно же, все мы верим в чудеса, в волшебство, в исполнение желаний. Чтобы вы всем пожелали, всему своему коллективу, конечно же, огромному количеству благодарных пациентов. И вообще всего того доселения, которое каждый день приходит в больницу, обращается за медицинской помощью. К Новому году все люди, и взрослые, и маленькие. Но маленькие они и так есть дети. Все взрослые тоже становятся детьми. Потому что 31 декабря это какой-то рубеж. И ты думаешь, что 1 января, это точно все будет по-другому. Я хочу, чтобы все мечты, которые есть у людей, и у пациентов, и у сотрудников, и у жителей нашего района, чтобы они все осуществились и сбылись. Самое главное, чтобы был мир. Потому что то, что мы сейчас видим, и то, в каком состоянии политическом все мы сейчас пребываем, это все, конечно, страшно. Хочется, чтобы был мир. Чтобы люди поднимали глаза в небо. Чтобы они видели звезды, видели солнце. Чтобы они слышали друг друга. Чтобы они уважали друг друга. Безусловно, чтобы они были здоровы. Как говорят, уж лучше мы к вам, чем вы к нам. Но, тем не менее, чтобы все были счастливы. Чтобы были живы и здоровы дети. Чтобы тот социальный уровень, который должен быть у людей в нашем государстве, он был достойный. Чтобы меньше было нервозных состояний. И на работе, и дома. А это счастье. Чтобы было удовлетворение, комфорт. Чтобы было куда прийти с работы. И чтобы было куда пойти из дома. Я всего этого всем желаю. С наступающим Новым Годом. С Новым Годом. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова